Допустим, мощные лазовые, лазовые знаки, да, они, расходимость их очень сильно плохая, чем мощнее, тем хуже расходимость. Больше расходимости и хуже качество лазового. И поэтому, чтобы убрать расходимость луча, чтобы мощность увеличить, добиваясь разного замораживания, помните, да, варианты, ну, я решил побочные эффекты сделать управляемыми и добиться, и знаете, что добился? Что я добился решения, когда лазовый плечок вообще не расходился на любых расстояниях. Просто для меня было важно решить задачу, потому что у нас неразрешим, и я ее разрешил. Очень просто. И опять-таки, тогда еще даже не имея, нет, не имея еще полного представления о том, что сейчас имею, потому что тогда, потому что я уже, я думаю, достаточно хорошо понимал, не одно росте пространства, что я делал. Знаете, что я сделал? Я добивался того, чтобы изменить именно рабочее тело, воздействие на рабочее, изменить его качество состояния, и благодаря этому добиться того, что лазовый плечок не расходился. Я добился разных вариантов, разными методами пытался, постепенно формировал, так далее, так далее, и добился нерасходимости лазового плечка вообще. На где расстояние? На любой. Нулевая расходимость. За счет того, что создавал в рабочем теле неоднородность, определенным способом. Управляем неоднородностью. Создавая... Мысленно создавал? Нет. Тогда еще немысленно. Тогда просто определенный способ этот... Допустим, для газовых лазеров я придумал за счет помощью магнитных полей, конфигурации магнитных полей. Силовые линии? Я создавал силовые линии, работа на меня. Создавал неоднородность силовых линий в газовой среде, лазеры. Вы знаете, от чего? В зависимости от того, он мог управлять, модулировать лазовый плечок любым качеством. Как угодно. Ну и тогда. Понимаете, то есть, качество, неоднородность и так далее, и можно применять по-разному. И действительно, если правильно подходить, то есть, вот таким образом, тогда я решил то, что никто не мог никогда решить, ни в мире это не решил. Это просто на первом курсе был, на втором это решил. Для себя просто. И тогда один из первых раз, когда я усомнился в грамотности, как называют, докторов наук и так далее. Это открытие надо было зафиксировать. Зачем? Зачем? Убедился в безграмотности преподавать книги. Знаете почему? Потому что, ну, я сделал, на свою каникулу поехал, так сказать, сделал все чертежи, нескольких вариантов. Устройства лазерных в том числе. Лазеры. Ну, просчитал все, как я мог просчитать. Ну, понимаете, да? И так далее. Приехал, потом в втором курсе пришел к декану. Говорю, мне нужно встретиться с кем-то из кафедры квантовой физики, чтобы консультироваться по поводу устройств, которые я придумал. Вот там пригласил кого-то доктора наук. Я его не знал. Например, раз, пару видел. Он другой кафедры. Я был потом на кафедре физики, а он кафедры разной физики. Ухватывались. Так вот, пришел, зашли, я его развесил чертежи. Все пояснили. Он постоял. Ты знаешь, здесь метафизика. Вот я не знаю в чем, но есть метафизика. Странно? Есть, вот, доктор наук, эксперт. Если ошибка есть, скажу, ошибка здесь и здесь есть. Он не смог ничего объяснить. Я еще раз просчитал. Все нормально. То есть по законам физики все в порядке. То, что я делал. Там у нас был один профессор, как раз руководитель кафедры. Третьякова такой. Я на переменку подошел, он изложил вот эту идею. Он на переменке, чтобы пятьдесят минут. Он так, молочил, поздравил, вы открыли, как он сказал. Нет, открыли это самое, как он сказал. Затонный. Нет, 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 нет. Нелинейную оптику. Ее пять лет назад открыли японцы. Но он уловил, что он уловил этот эффект. Уловил, что нелинейность, это промежуточный эффект, о котором я говорил. Ну он просто уловил знакомый, понимаете. Но мне было понятно. Я понял, что никаких ошибок у меня нет. Все то, что я делал, правильно. Просто так далее. И получилось то, что я увидел, что большинство профессионалов они не профессионалы. Профессионал уже объяснил. Вот так, 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 так. А он не может сказать, это метафизика и так далее. Потом после этого разработал, в принципе, дальнейшая доводка этих приборов, в принципе. Так уже на другом принципиальном уровне, конечно. Я же начал тоже, как вот привычные все. Вот генератор простоит у нас там в владении. Это тоже там где-то, как другого не лазерного будет, понимаете, да? Но дело тоже в том, что в этом же доводка уже совершенно другого поколения этот прибор. Как вы конструировали из первичных материй? Не рада, который, ну вот источник жизни, который был. Браво, вот браво и конструировали. Что вы конструировали? Ну как, вот. Там формы есть, обработка была. Ну, искривление пространства. Ротор там, статор или же. Ничего этого нет. Просто создавал открытую структуру деформации пространства, которая обеспечивала, постоянную, которая обеспечила все нужные качества, которые мне нужны. Вот и все. Нужно возить, я доводил новую коррекцию, и она обеспечивает то, что нужно. Для того, чтобы, допустим, древесный сок стал незамерзаемым, я просто... Температура повысилась, древесный сок, внутри дерева? Нет. Не повысилась? Нет. Или понизилась? Не то, не другое. Тогда в производство один прибор пройдет. А почему даже... Производство... Производство... Производство, они не пойдут в том причине, что... Зачем производство? Они не имеют такой формы, как вот этот пример приборчик. Мне, конечно, можно прицепить, но зачем? Для того, чтобы я специально сделал такое, чтобы никто не смог на этом манипулировать и так далее. Когда будет нужно, когда придет время, я просто поставлю такие приборы по всем территориям, где я считаю нужным. Правильно? Для России. И все. И все. Украсть невозможно, купить невозможно, скопировать невозможно. Понимаете? То есть, против... Знаете... Всегда можно найти выход из положения, когда тебя никто и не изнасилует, и не заставит сделать то, что ты не хочешь. А так ты выпустил приборчик, его могут украсть, поставить там, где не хочешь. А так... Есть. Это получается, знаете, инструмент давления. Так. Спасибо.